Ну да. Но новости есть в газетах или все же? Нет, новости я говорю в том, что Колесников считает, что Путин под себя забирает правительство от Медведева, если коротко, да, по итогам вчерашнего заседания. Ну, если продолжать историю с Маркиным. Дело в том, что Путин под себя правительство, я тебе объясню, этого не может быть. Здесь на самом деле Колесников ошибается. Почему? Во-первых, без того понятно, кто первое лицо в стране. Это да. Это первое. Второе. Но должен быть кто-то в лавке. Должен быть кто-то в лавке. Вот кто-то в лавке, как и кто? Ну, нужно, ну, как и пока. Президент за президент. И конкретно Путин, президент Путин, занят миллионом иных вопросов. Понимаешь? Например, он чинит там краны где-то там, всякие подарки дарит людям во время этих прямых линий своих волшебных. Он трамплином в Сочи занимается. И так далее. То есть он занят миллионом разных важных дел. Важных дел. А именно, управляет страной в режиме ручного управления. Понимаешь? Сама страна жить не хочет. Безидент ею управляет. Вот и все. Значит, а кто-то должен быть в лавке. Шувалов был при премьере Путине. Шувалов сидел при премьере Путине. Когда премьер Путин знакомился с регионами страны, осуществлял верховный руководство страной, будучи премьером при этом. Значит, тем не менее, Шувалов сидел в лавке. Поэтому говорить, что президент берет под себя правительство, абсурдно. Ну, это абсурдно, Настя. Ну, это абсурдно. Во-первых, правительство и так под президентом. И так под президентом. Зачем это ему брать? Что ему брать надо? Ничего не надо брать. Это уже взято сразу было изначально. Еще при Ельцине. Да? Но они ему теперь будут лично... Второе, второе, второе. Значит, они всегда ему лично отчитываются, когда у него есть минута свободная, которой нет. Они всегда могут лично отчитываться президенту во время его свободной минуты, которой нет. И не будет. Поэтому полагать, что президент начнет выслушивать министра сельского хозяйства больше, чем 7 минут подряд. Больше, чем 7 минут подряд. Для телевидения специально. Абсурдно. Должен быть кто-то в лавке. При премьере Путине в лавке сидел Шувалов. А сейчас в лавке сидит Медведев. Ну и все, и все. Забыли эту историю. Не надо быть наивными. Поехали дальше.